Правда об отношениях Лили Рейнхард и Коулла Спроуса Не так давно в сети появилась информация, которая наверняка расстроит всех фанатов сериала «Ривердейл». По сообщению анонимных источников, Лили Рейнхард и Коулл Спроус расстались. Лили и Коулл встречались друг с другом на протяжении двух лет. Неужели их отношениям пришел конец? Ни для кого не секрет, что любовные отношения со съемочной площадки иногда перерастают в романтические отношения в настоящей жизни. Да, это происходит далеко не всегда, но именно по этой причине такие любовные истории привлекают к себе особое внимание. Если вы смотрите сериал «Ривердейл», то наверняка полюбили любовную пару Бетти Купер и Джак Хеда Джонса. Забавно, но с первых же моментов совместного появления на экранах зрители стали делать из Лили Рейнхарда и Коулла Спроуса настоящую пару. Коулл Спроус всегда славился тем, что предпочитал держать свою личную жизнь в секрете, но в итоге и он сам подогревал подобные слухи, публикуя в своих аккаунтах в социальных сетях прекрасные фотографии Лили Рейнхард. Слухи подтвердились, и это были два года идеальных романтических отношений. Увы, судя по всему, им пришел конец. На первый взгляд на недавнем Комик-кон на панели сериала «Ривердейл» актеры вели себя спокойно и раскованно. Атмосфера между ними не казалась напряженной, тем не менее на закрытой вечеринке, которая состоялась уже по окончании мероприятия, Лили Рейнхард держала дистанцию от бойфренда и находилась в компании других людей. В своем инстаграме Лили опубликовала фото с Комик-кона, на котором она сидит за столом между Кейджей Аппа и Коуллом, добавив к фото язвительный комментарий «Больше никогда не садите меня между ними». Также интересно, что сам Коул покинул мероприятия в компании с тем же Кейджей Аппа и Камилой Мендес и без Лили. Со стороны все выглядело действительно очень странно. Более того, уже ходили слухи о том, что Коул и Лили расстались друг с другом еще в начале лета, но все это время пытались скрыть об этом перед своими поклонниками. Так сказать, профессиональная этика. Ребята – настоящие профессионалы своего дела. Они стараются сохранить дружелюбные отношения, чтобы личные проблемы не вредили работе. Но последний гвоздь в гроб отношений Коула и Лили был забит самим Коулом. Многочисленные анонимные источники утверждают, что прекращение отношений было личной инициативой Коула. Но ни Лили, ни Коул до сих пор не сделали официальных заявлений по этому поводу. Хотя, учитывая, что эти актеры всегда славились приватностью своей личной жизни, в этом нет ничего удивительного. В конце июня 2019 года Лили запостила фотографию в футболке с надписью «Без тебя мне будет намного лучше». Фанаты сразу заподозрили о том, что отношения Лили и Коул сильно ухудшились. Правда, стоит отметить, что спустя пару дней Лили удалила эту фотографию. Иронично, что слухи о расставании пары усилились именно на Комик-кон. В свое время о любовной связи актеров фанаты узнали два года назад и тоже во время Комик-кон. Это было в июле 2017 года, и все поведение актеров говорило о том, что они безумно влюблены друг в друга. Они постоянно держали друг друга за руки. Более того, когда Лили ближе к вечеру стало холодно, Коул дал ей поносить свою джинсовку. Одной лишь любовью не согреешься. Иногда без теплой одежды никак. По словам Коула, после их первого знакомства понадобилось некоторое время для того, чтобы Лили стала более открытой. Изначально она была очень скромной и молчаливой. Да, их отношения нельзя назвать любовью с первого взгляда. Что уж там, изначально Лили Коул и вовсе не понравился. Особенно ее раздражал его голос, который со временем все-таки ей начал нравиться. Как мило. Тем не менее, даже когда Коул уже начал встречаться с Лили, они долгое время держали это в тайне. Когда в интервью журналу GQ Коула спросили об их отношениях с Лили, он решил воздержаться от ответа, заявив, что не собирается комментировать свою личную жизнь, как и личную жизнь Лили. Похожим образом отвечала и Лили в интервью Тин Вок. Лили сказала, что она не собирается говорить о деталях своей личной жизни, даже если бы было о чем говорить. Тем не менее, для коллег-актеров по сериалу «Ривердейл» со стороны по поведению Лили и Коула все становилось совершенно очевидно. Именно они и начали говорить на эту тему. По словам актера Скита Ульриха, притяжение между Лили и Коулом невозможно было не замечать как на съемочной площадке, так и вне ее. Создавалось ощущение, что Лили и Коул были лучшими друзьями на протяжении многих лет, и что между ними начинается какая-то особенная связь. Тем временем Коул продолжил публикацию различных совместных фотографий с Лили, но его слова как будто бы противоречили этим фотографиям. На все многочисленные просьбы фанатов официально подтвердить любовный роман с Лили, Коул отвечал, что не собирается ни подтверждать, ни отрицать эти отношения. Мы понимаем, что без приватности личной жизни знаменитостям тяжело получать полноценное удовольствие от романтических отношений, но Коул и Лили подошли к этому делу чересчур серьезно. Лили также отказалась как подтверждать, так и отрицать какие-либо романтические отношения с Коулом, причем даже после совместного празднования Нового года на Гавайях. Когда в 2018 году на одной из встреч с фанатами сериала «Ривердейл» Лили и Коулу был задан прямой вопрос об их отношениях, они оба ответили без комментариев. Вскоре после этого папарацци заметили их целующимися в Париже. На этом фото они явно выглядели больше, чем просто друзья. Какими бы словами Коул не пытался увернуться от прямого ответа, эта фотография говорит сама за себя. Лили же призналась, что ее очень пугает и удивляет факт того, как много людей заинтересованы в деталях ее личной жизни. Далее Коул и Лили продолжили публикацию прекрасных совместных фотографий в своих аккаунтах в социальных сетях. В мае 2018 года пара наконец-то сделала практически официальное заявление о своих отношениях. Появились вместе на красной дорожке. В качестве пары они выглядели просто потрясно. Тем не менее, даже после такого смелого поступка, пара наотрез отказывалась предоставлять какие-либо детали о своих отношениях. Лили в очередной раз заявила, что не собирается говорить о каких-либо аспектах своей личной жизни. Она призналась, что никогда не хотела быть знаменитой. Ей просто нравится быть актрисой. Ну, а Слава пришла к ней сама собой. Не стоит забывать, что у Славы немало негативных моментов. Например, когда Лили призналась о своих проблемах с телесной дисморфией. Многие, неожиданно, стали ее строго критиковать. По словам самой Лили, разочаровывает, что так много людей говорят. «Ты худая, перестань говорить о важности принятия своего тела». Словно моя дисморфия не имеет значения лишь потому, как меня видят другие люди. Я либо недостаточно полная, либо недостаточно худая, чтобы чувствовать себя неуверенно. Психическое расстройство лишь усугубляется, когда люди указывают тебе, что ты не имеешь права чувствовать себя так, как чувствуешь. Вот в чем наша ошибка. Не потакайте подобному поведению. Оно пагубно. Оно более разрушительно, чем вы можете себе представить. Вы можете не понимать, почему другой человек чувствует себя неуверенно. Но уважайте это. Становится понятно, почему после подобных негативных реакций людей Лили отказывалась открыто говорить о своих отношениях с Коулом. Но время шло, и однажды Лили в одной из публикаций в Инстаграме назвала Коула своей любовью. Да, после этого она говорила о нем как о лучшем друге, но многие люди называют своих любовных партнеров лучшими друзьями. В ноябре 2018 года Коул провел праздничные дни вместе с семьей Лили. Было очевидно, что между ними гораздо больше, чем просто дружба. Пусть даже сами Лили и Коул совсем не хотели комментировать это. А вот первые слухи об их расставании появились в январе 2019 года, когда они не имели за собой никаких оснований, так как в феврале Коул продолжал публиковать красивые фотографии Лили. Более того, 14 февраля на День Святого Валентина Коул опубликовал фото с Лили, прокомментировав его «Единственное, кто помогает мне не сойти с ума». Да и на премьере фильма «В метре друг от друга», в котором Коул Спроуз сыграл одну из главных ролей, пара выглядела очень счастливой. После этого Коул устроил Лили самое романтическое свидание – полет на воздушном шаре. А затем последовала очередная порция красивых совместных фотографий. В общем, если вы ждете подтверждения прекращения отношений из уст самих Коула и Лили, то, скорее всего, ждать вам придется очень долго. Даже свои отношения вообще они так и не подтвердили, что уж говорить о подтверждении расставания. К тому же, если брать в расчет безумной реакции поклонников сериала «Ривердейл», мы прекрасно понимаем, почему Коул и Лили отказываются от каких-либо комментариев. В конце концов, все эти слухи могут действительно оказаться лишь слухами. А что думаете вы об отношениях Коула и Лили? Действительно ли они расстались или это только лишь слухи? Напишите, что вы думаете в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok